Игорь, сегодня мы находимся на конференции партнеров X5 Group и хотелось бы у вас уточнить с каким количеством сейчас поставщиков вы работаете, какую часть этих поставщиков составляет малый и средний бизнес, потому что они очень часто, скажем так, сетуют на то, что трудно попасть в крупные сети. Поделитесь этой информацией, пожалуйста, нашей аудиторией. Спасибо, добрый день. У нас на сегодняшний момент 6 тысяч поставщиков. Приятно отметить, что 1300 поставщиков это новые, которые появились у нас в этом году и 200 из них это как раз таки предприятия малого и среднего бизнеса. Хотел бы отдельно отметить, что мы уделяем огромное внимание работе с локальными поставщиками. Объем локальных поставщиков в различных регионах составляет до 30 процентов. Почему это важно? Россия огромная страна от Калининграда до Владивостока и в каждом регионе есть свои тренды. Покупатели любят какой-то локальный ассортимент. Мы уделяем этому огромное внимание и сегодня вот если посмотреть по разным регионам, то локальный ассортимент, как я уже сказал, составляет до 30 процентов. Ну вот ключевой момент всегда вот отношения сетей поставщиков это сложная. Каким вы работаете вот с шестью тысячами и как развиваются ваши отношения вот именно уже перспективе последних лет и какие улучшения были сделаны последние годы? Если посмотреть на последние 5-6 лет, то мы сделали огромный прорыв в устраивании партнерских отношений с поставщиками и, наверное, хорошим доказательством этого является отчет Advantage. Если 5 лет тому назад компания X5 и наши торговые сети не попадали даже в тройку лучших компаний по отчету, по анализу компании Advantage, то в этом году Пятерочка и Перекресток заняли лидирующие позиции, первое и второе место по результатам этого отчета. Это говорит о том, что мы слышали обратную связь, которую мы получали от наших поставщиков и, соответственно, сделали максимум усилий для того, чтобы улучшить наши партнерские отношения с ними. Но это не означает, что у нас нет точек роста. Даже если посмотреть на текущий отчет поставщиков, то есть две вещи, над которыми нам нужно достаточно сильно поработать, и мы сегодня об этом говорим на конференции. Это доступность товара на полке и вот новинок. Но мы уверены, что за следующий год мы сделаем максимальное количество усилий для того, чтобы и по этим двум аспектам быть первыми. На самом деле я уже наблюдаю, что в прошлом году вы представили вот этот партнер X5 кабинет, сейчас его уже активно обновляете. Портал поставщиков. Да, портал поставщиков. Но вот если в разрезе портала поставщиков чуть-чуть уточнение, как вы, как руководитель компании, видите явное изменение работы с поставщиками через такой портал, именно через портал? Портал – это один из инструментов, через который поставщики имеют возможность быстрее получать всю необходимую информацию. Но в дополнение к этому у нас, например, есть инструмент обратной связи, который в том числе нацелен и на более эффективное взаимодействие с поставщиками. Через инструмент обратной связи мы получаем от наших покупателей постоянно обратную связь на те или иные продукты питания, которые продаются в наших магазинах, в наших торговых сетях. И у поставщиков есть возможность моментально получать обратную связь о, соответственно, оценках, которые выставляют покупатели. У нас уже есть не один пример, когда покупатели, например, дают обратную связь по тому или иному товару. Мы понимаем, что там нужно улучшить качество товара, даем обратную связь поставщику. И, соответственно, они вносят изменения и делают свой товар более привлекательным для наших покупателей. И все-таки вы всякий раз представляете стратегию развития вашей компании. Что из утвержденной раной стратегии удалось реализовать и, наверное, в дальнейшем уже поделитесь приоритетами на следующий год? В прошлом году мы объявили нашу новую стратегию, которая, соответственно, показывает наш путь на следующие три года. И по нашей новой стратегии мы хотим быть на всех этапах клиентского пути. За последний год сделано достаточно много. Начну с первого этапа, на котором мы хотим присутствовать. Это этап планирования и прогнозирования. И здесь мы развиваем нашу медиаплатформу. На сегодняшний момент мы приобрели уже достаточно известный контент Bon Appetit, который дает возможность представлять большое количество рецептов на нашей медийной платформе. Все это интегрировано в наши торговые сети. И, соответственно, покупатели, заходя на нашу медиаплатформу, которая называется Food.ru, они попадают после этого непременно в наши торговые сети, где осуществляют покупки. Это первое. Безусловно, драйверами нашей стратегии являются наши текущие сети. Это пятерочка и перекресток, которые осуществляют наш основной рост. При этом, как год тому назад мы объявляли, мы запустили и находятся на этапе пилотирования наш новый проект Hard Discounter Chijik. До конца этого года будет открыто более 70 магазинов. В следующем году, соответственно, мы планируем дальнейшую раскатку нашего Hard Discounter по другим регионам России, потому что сегодня только Москва, Московская область и Тверь. Также важным аспектом нашей стратегии является последний этап клиентского пути, когда клиенты осуществляют непосредственно оплату. Мы говорили о том, что мы запускаем совместный проект с Альфа-банком, это X5-банк. Он даст возможность нашим покупателям непосредственно через приложение будут встроены платежные сервисы, и покупатели смогут спокойно и удобно оплачивать свои услуги. Также один из элементов участия в присутствии на клиентском пути – это наша компания FivePost. Это соответствует нашему пониманию того, что магазин является тем местом, где покупатель получает максимальное количество сервисов. Соответственно, через нашу компанию FivePost покупатель имеет возможность, приходя в магазин, одновременно получить посылки. Там разных интернет-магазинов на сегодняшний момент фактически во всех наших 18 тысяч магазинах установлены либо почтоматы, либо пункты выдачи заказов, когда покупатель, приходя в магазин, может получить, соответственно, посылку. И сегодня это уже 50 тысяч посылок в день. И, безусловно, не могу не отметить, это развитие онлайн-доставки. За последний год мы сделали огромный прорыв. На сегодняшний момент мы по экспресс-доставке выдаем около 50 тысяч заказов в день в наших магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Сегодня этот сервис представлен в 36 регионах на базе 1450 магазинов. Если говорить о приоритетах на следующий год, то они у нас следующие. Безусловно, первый приоритет – это лидерство в продуктовой рознице и рост доли рынка. Это как через рост постамивых продаж, а также через увеличение плотности продаж за счет постоянной работы с улучшением нашего клиентского предложения. Это лидерство на рынке экспресс-доставки. Важным аспектом нашего фокуса на следующий год является повышение производительности труда через автоматизацию и, соответственно, оптимизацию процессов в магазине. Один из также важных приоритетов – это дальнейший роллаут нашего проекта «Чижика». И, безусловно, очень важно – это повышение вовлеченности как офисного, так и операционного персонала через изменение культуры и внедрение предпринимательской системы мотивации до уровня магазина. Игорь, спасибо большое за ваши ответы. И будем ждать новостей от вашей компании далее. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...